Светлана Мамакина оказалась в этот день в этом месте практически случайно. Ее работы ехали в поезде из Петербурга, где выставлялись публичные библиотеки. Выставку перехватили кандалакшские знакомые, которые решили, земляки должны это увидеть. И автор приехала на открытие из Манчегорска. Как говорит Светлана, теперь она путешествует вслед за своей экспозицией, которая уже объехала много стран. Рождаются кадры тоже в разных уголках мира. Этих ангелов увидела в Шотландии. Дело как раз было накануне Рождества и напротив нашего отеля, отель у нас старинный, был в самом центре Эдинбурга, располагался вот этот рождественский базар. И там вот можно было увидеть живых ангелов. Старые деревья в США, горы Испании, Тауэрский мост, израильский священник, стамбульские кошки. Она помнит, как рождались эти кадры и жалеет о тех, что сделать не удалось. Например, недавно во время прогулки с собакой. Вышли из дома, буквально прошли несколько шагов, и смотрю, такая мама-утка заполошная, прям крыльями хлопает. А за ней вот толпа вот этих вот маленьких ребяток, они как камушки такие подпрыгивают. Ну понятно, что они ничего не соображают, куда мама, туда они. Она мечется, и дорогу надо перейти. И туда, и сюда, а я, значит, без фотоаппарата. Один из принципов работы – снимать обычным аппаратом, недорогим и, как говорят, ненавороченным. К занятиям фотографии приобщил муж. Сам себя он называет фототренером. Тренирует жену. Главное, говорит Александр Мамакин, поставить задачу и контролировать ее выполнение. Я требую количества, потому что из количества можно выбрать качество. Потому что невозможно, как раньше вот на пленочку, заснять именно тот момент. Поэтому момента всегда, потому что каждое мгновение – это кусочек жизни в нашем пространстве. С каждого кусочка пространства можно сделать необозримое количество фотографий. Затем, как Светлана Мамакина под руководством мужа фотографирует, наблюдали наши земляки, у которых семейная творческая группа под названием «Снежный лев» провела выходные. Одним из героев фотосессии стал район лесозавода. Идти было совершенно невозможно, потому что они каждую минуту останавливались, что-то фотографировали, тут травинка, тут кустик, тут то, тут это. И поначалу казалось странным. Автор выставки «Путешествия» вообще очень неравнодушна к жизни. Даже на открытии Кандалакшской экспозиции в городском культурном центре Светлана еще и собирала подписи в защиту пятерых кубинских героев, которых держат в американской тюрьме. Присоединиться к петиции мог любой желающий. А вот Светлана Мамакина демонстрирует свою коллекцию кукол, как бы напоминая, что в каждом из нас живет ребенок. И свежий взгляд на мир нужно сохранять всю жизнь. Выставка продлится до конца августа.